Я вас приветствую, это Открытая Кухня. Готовим самое быстрое и простое блюдо из дальневосточного лосося – тартар. Помимо самой рыбки, нам понадобится еще сок, лайма, помидоры и каперсы. Подробный рецепт впереди не пропустите. Кроме того, варим самый солнечный суп – кукурузный. Имя этого повара знакомо многим нашим телезрителям. Одессит Денис Крисикевич снова в гостях Открытой Кухни. Денис всегда предлагает интересные, но очень простые в исполнении кулинарные рецепты. И что ценно, как правило, его блюдо из серии «Так готовила моя мама» или по старинному рецепту бабушки. Сегодня на Открытой Кухне встречаюсь с директором Краевого музыкального театра Константин Зайнулин. В Хабаровске всего полгода. Учился в Москве, долгое время работал в Сочи. Сегодня хочу узнать, какие перспективы у наших театров и что они могут дать современному зрителю. Мы готовы приступать к процессу приготовления. Сегодня у нас достаточно простая, но очень вкусная, я вам скажу точно, оригинальная закуска. Мы готовим тартар. Тартар из семги, с каперсами, с крымским луком, с оливковым маслом. О, вообще звучит, да? И еще мы варим суп. Звучит еще вкуснее. И кукурузный суп мы варим. Очень простой и очень вкусный. Класс. Занимает времени минимум. Я варю кукурузную кашу, но никогда не варила кукурузный суп. Вот сегодня освою и пойду повторять. Денис Крещукевич со мной на Открытой Кухне, и мы начинаем. И мы начинаем. С чего? Итак, начнем мы с супа. А, прекрасно. Начнем с супа. Прекрасно. Для начала мы обжарим лук. Опять у меня не получается. Вот здесь нужна моя помощь. Да, помоги, пожалуйста. Считывает отпечаток пальца. Так, говорит Екатерина Александровна, мы готовы. Все. Отлично. И полный круг еще сделаем. Может быть вот тут и большая будет лучше точно. Ай, на большую. Он будет сливочный суп? Он будет сливочный крем-суп. Да. Сытный. Сливки все любят. Все любят сатэ со сливками, пасту со сливками, кофе со сливками. Так, варится прямо на кукурузных зернах. На кукурузных зернах. Я почему-то думала, в моем представлении, там должна была быть еще кукурузная крупа, например. Но это будет слишком, да? Или как вариант? Ну, как вариант. А потом все это взбиваем. А потом все это взбиваем. Перетираем. Добавим немного малосольного лосося и красной икры. Это же все-таки дальневосточный кукурузный суп. Все верно. То есть все-таки в представлении приезжих людей, таких как Денис, а напомним, что он из Одессы. Я из Одессы, здрасте. Здрасте. Тебя уже знают наши телезрители. Многие любят, да, и говорят, когда уже Денис будет. Даже вот женщина какая-то подошла и говорит, слушайте, а это вы уже снимаетесь? Я вот вас видел, я говорю, да. Ой, там приятно познакомиться. Приятно, правда, что узнают уже? Да. Так вот, они думают, что действительно мы не садимся завтракать, обедать и ужинать без красной икры, без соленой там рыбки. Без кижучая, как вы мне говорите, да. Что у нас еще? Без папоротника. Чай не пьем вообще. Ну, я не знаю, может, ты успел разувериться вообще в этих стереотипах или нет? Ну, папоротник мне ни разу не попадался вообще. И никто не накормил, не угостил папоротником? Что ж ты раньше не говорил? Возьму с собой. Нужно было, конечно, сказать, никто не угостил папоротником. Мы бы здесь все это организовали, придумали. Прямо здесь приготовили бы. Папоротник с мясом – это вообще знаменитое блюдо дальневосточников. И те, кто приезжает откуда-то, они всегда восхищаются. Это очень вкусно и просто. А на вкус папоротник? Это папоротник. Ну, ну что? Его сложно с чем-то сравнить. На шпинах. Нет, нет, нет. И ни то, и ни другое. У него очень специфический вкус и аромат. И стебли, они такие достаточно хрустящие остаются. Ну, то есть нужно готовить, мне кажется, такое до степени аль денте. Можно, конечно, хорошо выварить, но… А закатывают его? Да, кстати, знаешь, чем можно немного сравнить? С грибами. Немножко напоминают грибы. Наверное, мне кажется, что-то типа подосиновика. Вот где-то из этой области. Но я бы не стала сравнить папоротник ни с чем. Мне кажется, нужно просто попробовать и понять. Настоящее. Я все-таки доберусь. Еще у меня времени есть немного. Нужно взять хороший, да, чтобы он был не очень соленый. А если он соленый, то вымочить. Ну, буквально минут пять мы сейчас обжарим лучик. Минут пять? Минут пять. Больше нам ничего так готовить не нужно? Нет, для супа ничего. А то прям хочется что-нибудь делать. А хорошо. Давай мы тогда сделаем заготовку на наш портал. Прекрасно. Можешь порезать лук или конкосе помидоры сделать. Что тебе больше нравится? Так, я с конкосе не очень знакома, предлагаю резать лук. Да, меленько-меленько. Как на поджарочку, да? Я имею в виду меленькими кубиками. Меленькими кубиками. Именно красный лук лучше брать, да? Да, он ярко выраженный, у него цвет красивый. Ну, и вкусненький. Еще хорошо подойдет белый салатный лук. Не репчатый, вот такой классический, как мы говорим. Чтобы не очень горчил, да? А белый салатный, да. Он очень хрустящий, очень приятный. Денис, ну, в общем, ты решил, что все-таки вернешься в Одессу в скором времени. Наверное, морозец-то приударил, и ты подумал, пора. Нет, мне вообще все очень комфортно чувствует. Комфортно? Очень комфортно. То есть с одеждой ты не прогадал? Я вообще не прогадал. Зарядился, как турист. Больше всего меня удивляет, насколько ты стал ярым болельщиком наших хоккеистов. Ты купил себе что-то из амурской атрибутики. Все купил. Шапку купил, шарф купил, куртку купил, молодежку. Надеюсь, что все-таки у меня хватит разума не купить коньки еще. И в них ходить на хоккей. Ну да, но у вас есть, наверное, да, закрытые какие-то арены, ледовые площадки? Не уверен. Не уверен, да? Просто до этого ты об этом не задумывался, а сейчас, может быть, начнешь мониторить. Нет, у нас есть там льдинка, так называется. Ну, там, по-моему, только дети что-то там. Льдинка? Да, называется. Детская какая-то. Ну ничего, и ты такой. Так, мы тут опять отвлеклись. Значит, лук у нас пожарился до мягкости, закинули кукурузу. Сейчас она пошипит немножко. Будем заливать ее с листами. Так, кукурузу для этого супа мы берем всегда обязательно консервированную, да? Можно сделать и замороженную кукурузу. Можно, если кто-то там вырастил. Да. Но замороженная, опять же, сахарная кукуруза. Потому что вот такая... Из обычной не подойдет. Ну, только сахарная, сладкая, молодая. Ее вот собирают урожай, потом замороживают и в течение года продают. А сейчас есть какие-то сорта вот японские, я знаю, она тоже более сладкая. Вообще азиатская кукуруза, если кто-то где-то путешествовал, бывал. Это сознательно выключил? Нет, не сознательно. Это просто моего внимания к плите не хватает. Так, достаточно? Да, хватит. Спасибо. Вот, в азиатских странах там кукурузу, если пробуешь, она даже, на первый взгляд, не очень привычная. Как будто бы баночную вот взяли и распределили по кочерыжке. А на самом деле вот у них такие сорта, поэтому может быть и сладкая какая-нибудь замороженная у кого-то есть. Провариваем. А лук, кстати, напоминаю, это мы готовим для нашего тартара. Тартар вообще это очень быстрая закуска, но здесь самое главное, чтобы была свежая рыба, хорошая. Потому что никак дополнительно мы ее не маринуем. Никак. Да, предварительно, да, дополнительно. Так, ну что, у нас сейчас там томится еще лук вместе с кукурузой. Мы прервемся на небольшую рекламную паузу, потом возвращаемся, продолжаем готовить суп и переходим к тартару. Готовим самое быстрое и простое блюдо из дальневосточного лосося – тартар. Помимо самой рыбки нам понадобится еще сок, лайма, помидоры и каперсы. Подробный рецепт впереди не пропустите. Кроме того, варим самый солнечный суп – кукурузный. Реклама была интересной, но то, что мы делаем здесь, намного интереснее. Поэтому показываем сейчас дальнейшее приготовление кукурузного супа. Пора заливать сливки, да? Пора заливать сливки. Денис уже немножко нам занял. Клук у нас уже обжарился, уже стал мягким, кукурузку мы обжарили. Добавляем, добавили немного куриного бульона и сливок пожирнее. Но это может быть, наверное, овощной бульон, какой угодно. Может быть и овощной, кстати, да. Подошел бы, допустим, на корни пастернака или на петрушки. Он был бы очень ароматный. А еще рекламная пауза не прошла зря лично для меня. Денис напомнил, что такое конкассе. Все просто на самом деле. Нам нужно удалить сердцевинку у помидорки. И вообще оставить одну мякоть. То есть нужно аккуратненько срезать кожицу. Вот я чем сейчас буду заниматься. Помидорку мы нарезаем тоже для нашего тартара. Что там с супчиком? Пытается. Пытается закипеть. Крышка может быть? Да, чушь идея. Все-таки с плитой ты вот лучше всех разбираешься. Я опыт имею небольшой. Так, ну что, для тартара у нас мелко-мелко нарезан красный лук. Туда же мы будем отправлять наши мелко нарезанные помидоры. Очень интересно, как у нас туда пойдут каперсы. Каперсы у нас пойдут двумя партиями. Один мы нарежем для того, чтобы замешать их в тартар. А некоторое количество равно используем как элементы депора. Отлично. Вот, возможно, кто не любит каперсы в чистом виде, как раз-таки в сочетании с другими продуктами, в частности, с рыбкой, которая у нас свежая, никак не маринованная, ничем не обработанная. Вот смешение вот этих вкусов, я думаю, что вам точно понравится. Если вы их в отдельности не любите, не нужно отказываться от них в блюде. Потому что, ну, неспроста, знаете, разрабатывали все это дело. Люди думали, ночами не спали. Да, и они... Я считаю, каперсы тоже. Не очень, да? И маслины, и оливки, вот такое. Ну, в пицце, например, они хорошо играют. В солянке обязательно. А вот так, чтобы ложкой есть, не заставишь. Ну, то, чтобы ложкой, но... Для меня это, допустим, за столом, как какая-то отдельная закуска, мне очень нравится. Я не могла никак полюбить оливки. И сестра мне однажды сказала, Кать, они же как огурчики. Вот ты, говорит, попробуй, посмотри. Тем более, ну, вот бывают же разные, да, у разных марок. Есть лучше, есть хуже. Вот, и если взять хорошие, то действительно можно для себя на первый раз вот взять такое сравнение. Сейчас, тем более, есть разные вариации. Мне, например, очень нравится сыром Дорблю сейчас делают. Фаршированные? Да, да, фаршированные. Там сыр Дорблю, можно с лимончиком, можно с анчоусами. С анчоусами тоже. Как вариант. Ну, а маслины чаще в салате все-таки, допустим, я использую. Так, ну вот, супчик наш проварился. Пахнет? Да. Нужно его. Все, снимаем с плиты, да? Да. Выключаем? Ну, чуть-чуть меньше. Ну, хорошо, выключаем. Мы его сейчас перебьем, потом перетрем, еще немножко проварим. Ага, нужно будет еще довести до готовности. Довести до готовности, да. Все, мы взбили наш суп. Все-таки, Денис, на твой вкус консистенция должна быть какая? Мы должны чувствовать все-таки там кукурузу, то есть она попадается? Или прям до состояния пюре? Перетрем? Полностью, да? Через титул, да. Просто все должно быть. Да. Чтобы чувствовалось, можно при подаче еще зернами присыпать суп. О! Тогда будет все чувствоваться. Все верно. Еще потомим немножко, да? Мы сейчас его перетрем, поставим, и он еще чуть-чуть постоит. Катерина, ложку, пожалуйста. Мы уже, да, смеемся над этим, что это наши тайные знаки. Екатерина, ложку. Я хорошо вот с ложками и с плитой. С ложками и с плитой. И конкассы отлично. Вот. Хоть кто-то меня похвалил за конкассы. Все лишнее остается у нас в ситечке. Супчик у нас готов. И последний штук. Такой кукурузный аромат приятный. Все, порция. Вот так, не жадничай. Не жадничай. Это же домашнее, а не ресторанное. Отлично. Украшаем. Это тот самый дальневосточный колорит, да? Угу. Засолка по-одесски. Рыба соленая на коньяке. Вау. Вот, надо дать. На коньяке и из корой дуба. Без апельсинов, без лимонов. Прекрасно. И красная икра туда же. И красная икра. Приятного аппетита. Наш кукурузный суп готов. Мы заканчиваем с тартаром быстренько. Нам нужна просто филейная часть. Без всяких косточек. Без косточек. Свежая рыба. Свежая. Перневосточная. Можно, в общем-то, взять любую красную. Но чем жирнее, тем лучше. Сами прекрасно понимаете. Ее можно, кстати, приморозить сначала. Во-первых, резаться будет легче. Будет легче резаться. Ну и, во-вторых, кто-то вообще, я знаю многих, они, в общем-то, не против сырой рыбы, но только в подмороженном виде. То есть, если она совсем уж мягкая и вот такая вот разваливается, то не всем привычно. Ты любишь тарта? Очень. Очень. Я и говяжий даже больше люблю. Сырое мясо. Пармезану туда. Пармезан? Масло залить, да. Натертый пармезан. Тоже мелко нарезанный лук. Желточек сырой, куриный. И сухарики. Очень здорово. Записывайте, записывайте. Это тоже совет эксперта. Так, все остальное можно тоже, да, добавлять? Все остальное закидываем, да. Мои каперсы. И мои тоже. Наш лук. И коллективная нарезка помидоров тоже состоялась. Все. Сейчас нужно будет это перемешать. Давайте добавим перец. Так. Можно взять смесь перцев, можно взять просто черный, как у нас, например. Соль. Ничего не. Да. Спасибо. И оливкова. Нам лайм пригодится для декора, нет? Да, пригодится. Красиво, красиво. От лайма можешь долечку небольшую отрезать. Черек. Пополам. Да, тоже пополам. Если у вас нет дома формы, не отчаивайтесь. Берете какую-нибудь удачную по форме пиалочку, накладываете туда, утрамбовываете. Вот, утрамбовываете и переворачиваете. Переворачиваете. Все. И укроп свежий. Все хитрости домохозяйки. Так, ну вот, тортаро готов. Подайте, пожалуйста, чайную ложку. Пожалуйста. Думаю, выкладываю дольше, чем готовили. Так, а почему у нас две формы? Сейчас видишь. Мне кажется, что что-то подобное, вот такую же нарезку, можно делать даже и не с сырой рыбой, а со слабосоленой. Это будет тоже вкусно. Конечно, это будет уже нечто другое. Ты имеешь в виду типа тортара делать? Ну да. Просто я знаю, что не все могут сырой рыбы есть. Но здесь вопрос все-таки, да, в том, насколько свежая рыба. Поэтому, если сомневаетесь, то можно взять, ну главное, чтобы она была прям слабо-солененькая, такая жирненькая. Мало-соленая, да, и жирная обязательно. Можно, кстати, такую же и из тунца делать. Да. Тунец вообще можно с двух сторон просто чуть-чуть совсем пришпарить. Он, в общем-то, так и готовится. Так, ему много демнической обработки не требуется. В принципе, и семгу можно тоже делать средней прожаркой. Даже полусырую можно. Сырую-то едят. А так она чуть-чуть обжарена. Сверху. А внутри сырая. Все, теперь наша задача просто украсить, довести до конечного результата. Рыбка дала сок. Ну, у нас там сок лимона просто. Сок лимона, масло. Теперь Али. Оп. О, это рыбное кольцо. Рыбное кольцо знаменитое. Рыбное кольцо знаменитое. Наше дальневосточное солнце получается. Красиво очень, конечно. Вот подача решает. Чем проще блюдо само по себе, тем интереснее и оригинальнее должна быть подача. У нас раньше говорили, убил блюдо, украсть красиво. Раньше так не делали. Да, в данном случае у нас и блюдо то, что нужно, и украшения на 5 с плюсом. Готово. Тартар из лосося и кукурузный суп. Отлично. Спасибо большое, Денис. Пожалуйста. Кушайте с нами. Готовьте с удовольствием. Кушайте на здоровье. Увидимся с вами после короткой рекламы. Сегодня на открытой кухне встречаюсь с директором краевого музыкального театра. Константин Зайнулин в Хабаровске всего полгода. Учился в Москве, долгое время работал в Сочи. Сегодня хочу узнать, какие перспективы у наших театров и что они могут дать современному зрителю. Спросите себя, когда вы в последний раз были в театре? Я честно признаюсь, я была достаточно давно, за что периодически корю себя и каждый раз собираюсь пойти и купить билет и посетить какой-нибудь спектакль. Зато сегодня рядом со мной человек, который каждый день посещает театр, ходит он туда на работу. Константин Зайнулин, директор краевого музыкального театра. Добрый день. Добрый день. Рада встрече. Прежде чем мы начнем нашу интереснейшую беседу и погрузимся в мир театра и рассмотрим его с разных сторон, предлагаю приготовить одну очень простую закуску. Скоро новогодние праздники. Возможно, и вам, кстати, на новогоднем столе что-то подобное пригодится. Будем надеяться. Хорошо. Нам понадобится свежий огурец, отварное яйцо, картофель и шпроты. Я вас попрошу тогда натереть на мелкой терочке яйцо и картошку, а сама займусь огурцом. Нам нужно будет сделать такие тонкие слайсы, в которые мы сможем заворачивать нашу начинку. Нам еще понадобится майонез. Я сейчас найду еще майонез, но можно заменить и на сметану. Пока мы с вами готовим закуску, скажите мне, пожалуйста, на сегодняшний день развитие театральной культуры в нашем регионе на какой стадии находится? Вообще люди часто ходят в театр? Полные ли залы? Ну, во-первых, конечно же, нужно срочно исправлять поражение. Я считаю, что вы на ближайшую премьеру нашего театра просто обязаны прийти. Согласна. Если же говорить о вообще Хабаровске театральном, то важно говориться, что в нашем городе работают театры всех жанров. Я имею в виду наш музыкальный театр, театр юного зрителя, театр драмы, театр кукол. Есть еще муниципальный театр практической выразительности «Триад». Таких городов, вот как вы думаете, сколько в нашей стране городов, обладающих полным комплектом театрального продажа? Ну, 10 есть хотя бы. Всего 7. И Хабаровск в их числе. Поэтому, конечно же, важно сказать, что театральная жизнь в Хабаровске весьма насыщена, и мы, безусловно, являемся театральной столицей не просто Дальнего Востока. А можно с верностью сказать, что одно из театральных столиц – Россия. Да, и важно оговориться, что музыкальный театр наш является одним из самых старейших театров в стране. На секундочку только вдумайтесь, музыкальный театр в Хабаровске появился аж в 1926 году. У нас сейчас идет 94-й театральный сезон по счету. Вы знаете, Хабаровск часто сравнивают с Санкт-Петербургом, и в этом смысле мы очень похожи с нашими коллегами из Санкт-Петербургского театра «Периты». Но они нас на два года мрачи. Санкт-Петербургский «Перита» основан в 1928 году. Так вот, скажите, пожалуйста, вот есть ли у нашего зрителя какая-то особенность? Потому что часто говорят, что дальневосточники, они отличаются специфическим менталитетом, это отражается во всех сферах. Вот в театральной жизни, насколько сильно это чувствуется? Приходится ли подстраиваться под наших зрителей, чтобы залы были действительно полные, чтобы все были довольны? Вы знаете, мне есть с чем сравнивать, поскольку на Дальнем Востоке я человек относительно новый. Буквально полгода я живу в Хабаровске, последние 8 лет я работаю в другом регионе нашей страны. И могу с уверенностью и ответственно заявить, что, конечно же, наша публика в Хабаровске, она удивительно театральная, удивительно подготовленная. Зрители, которые приходят к нам, они, безусловно, знакомы и с драматургическим материалом, и с музыкальным материалом. Принимается практически каждый спектакль бурными овациями. И это, мне кажется, самое ценное, что есть в нашей профессии. Мой самый любимый момент спектакля – это финал, когда артисты выходят на покрон. Добавляем небольшое количество майонеза. Здесь можно использовать и сметану, можно 50 на 50 смешать. Кому как больше нравится, кто себе сколько может позволить. Оп, начинка бежит из тарелки. И дальше все просто, но процесс даже немного творческий, я бы сказала. Нам нужно сейчас эту начинку распределить по нашему огурцу. Ну, кстати говоря, можно делать вот такой вот овощечисткой, можно и ножом. Ножом единственное, что получится немного, конечно, потолще, скорее всего, и будет трудно укладывать. Распределяем. Вот так, намазываем. И наши шпроты. Вы вообще любите шпроты? Одна из моих ярких туристических поездок была в Рыбалтику, в Ратвию. Конечно же, я видел даже процесс производства, был на экскурсии на соответствующем заводе. Да. Замечательная закуска. Так. Оп. То есть, вы любитель, да? Ну, жить на Дальнем Востоке, не любить рыбу. Как вам кажется? У нас хорошо получается? Я думаю, что у нас это действительно очень легкая закуска. Очень простая в изготовлении. Вот, скорее, вот в изготовлении-то, да. Питательная. И симпатичная. Мне кажется, вот на какой-нибудь праздничный стол это подойдет 100%. Ну, я вот еще... Хотите завернуть? То есть, я вот заворачиваю. Попробую. Шпроту берите. Так. Берем шпроту. Так. Хвостик должен аккуратненько торчать. И аккуратно заворачиваем. Ну, почти, да. Вот мой вариант. Вариант Константина. Опа. Я художник, я так вижу. Все. Спасибо. Я надеюсь, что вы все запомнили этот простой рецепт. Мы, пожалуй, присядем, выпьем чашечку чая и продолжим наш разговор. Большое удовольствие. Присаживайтесь. Мы с вами закончили на том, что все-таки зритель наш очень театральный. А какой театр на сегодняшний день все-таки более востребован? Традиционный или современный? Ведь это две большие разницы. А вы знаете, если говорить конкретно о нашем жанре музыкальном, да, часто можно слышать расхожую фразу, а вы работаете в легком жанре. Ну, дескать, оперета, что и требовать от музыкального театра, какой-то сложной драматургии или сложных впечатлений. Категорически не согрошусь с этим расхожим мнением. Да, мы работаем в синтетическом жанре. Что это значит? Под нашей крышей нашего театрального дома служат люди разных профессий. В яме находятся музыканты, это люди одной профессии. Сопровождается это все вокальными партиями наших солистов. Но они не просто поют. У них режиссерская задача, у них драматургический материал. Поэтому, конечно же, артист музыкального театра еще оборадает помимо вокальных данных, еще и актерским мастерством. Все это сопровождается как-то балетом. Танцовщик – другая профессия. Холл – третья профессия. Но это лишь видимая часть айсберга. У нас 330 человек в театре служат. 330. 12 этажей в здании, мало кто об этом задумывается. Да, и люди удивительных профессий. У нас, собственно, и пошивочный цех, костюмерный цех, цех по изготовлению декораций. Да, при всем при этом на каждый новый спектакль шьется, ну, минимум, 50-60 костюмов. И это ведь все штучные товары, индивидуальные, да, эксклюзивные вещи. И для одного спектакля. Для одного спектакля. Поэтому мы и говорим, что музыкальный театр – это всегда, во-первых, сложно, во-вторых, дорого. И, в-третьих, это всегда эксклюзивно. Если же говорить о современном материале, да, то основная проблема в постановке новых спектаклей в музыкальном театре – это, конечно же, сам, собственно, музыкальный материал. Если мы говорим, что нам нужно создать что-то новое, да, если мы уходим от краски, то в первую очередь, да, мы должны найти квалифицированного композитора, который нам напишет музыку к спектаклю. И такой опыт у нас есть. Казалось бы, такие, с одной стороны, классические вещи, как, к примеру, известнейшая пьеса Чехова «Чайка». Да, считается, что это, безусловно, школьная классика, да, и каждый человек должен ее знать. Но для музыкального театра это, безусловно, эксперимент. Да, и он у нас удался, и наш межикер «Чайка», поставленный в 2019 году, совместная работа режиссера Дарьи Пантелеевой и его коллеги, пошла в этом году «Вронклист золотой маски». То есть экспертным жюри этой престижной национальной театральной премии, это такой, знаете, «Оскар», а только в российском театре. Да, театральный маскар. Да, экспертным жюри эта работа отмечена в ряду лучших работ в музыкальном театре. Таких спектаклей по всей стране всего 43, в том числе и хабаровский мюзикл «Чайка». А вот вообще говорят, что если хочешь понимать театр, если хочешь погрузиться, следить за последними трендами в этой области, то нужно следить именно за фестивальными движениями и в первую очередь за «Золотой маской». В абсолютной правде. Насколько сложно нам конкурировать с теми театрами, которые представляют также свои работы? Ведь там есть и именитые, и крупные. Ну в этом смысле, наверное, понятие вообще конкуренции к театральной деятельности, ведь она неприменима. Но заявлять о себе громко, да. Да, и нам есть чем гордиться, и Хабаровский музыкальный театр без преувеличения. Видное явление на театральной карте России у нас три «Золотых маски». Да, ни одного театра в Хабаровске нет такого количества. Да, в этом году вот в Англии сошли. Но, конечно же, сам фестиваль, он объединяет всю страну. Проходит фестиваль традиционно в Москве. И, конечно же, это такой своеобразный срез тех тенденций, тех явлений в современном театральном искусстве, какие есть. И все-таки, если говорить о том, на каком уровне мы находимся в российском масштабе, я понимаю, что другим театрам может быть проще за счет того, что там есть актеры с громадным опытом, известные не только в России, но и в мире. Есть режиссеры-постановщики, которые имеют такой солидный опыт и солидный багаж, что с ним потягаться действительно трудно. Вот только в этом проблемы? Или все-таки чего-то еще нам не хватает, например? На месте мы находимся уникальным. Вдумайтесь, ближайший театр, подобному нашему формату деятельности, находится в радиусе 3000 км от Хабаровска. Ближайший театр опериты находится в Иркутске. В радиусе 3000 км мы лидер жанра, мы единственный театр, работающий в жанре опериты, музыкальной комедии, в жанре музыкального театра. Можно, конечно, строго говоря сказать, что вот во Противостоке есть приморская сцена Мариинского театра, но все-таки это академизм, это опера и балета, и это филиальная история. Да, мы же самостоятельный театр. При этом, безусловно, мы ориентированы в том числе на работу с приглашенными постановщиками. Да, и мы привлекаем над новыми спектаклями ведущих российских режиссеров, хореографов, композиторов. Ну, к примеру, наша последняя премьера, да, мюзикл «Обыкновенное чудо», поставленный по знаменитому одноименному фильму, да, Марка Захарова. Собственно, памяти его мы и посвящаем, этот спектакль. Да, над ним работает приезжая постановочная группа, режиссер Николай Покатылы. Это главный режиссер Красноярского музыкального театра, да, Хрилков Марина Суконцева «Москва». При этом мы работаем в тандеме с нашими творцами, сценографию для этого спектакля. Сделал наш хабаровчанин, главный художник театра Андрей Тен, член Совета художников, да, над музыкальным материалом. Опять-таки работал главный дирижер театра, маэстро Руслан Антипинский. И я могу множество перечислять премьер, да, предыдущая премьера хабаров-комедии «Искусство жениться». Да, там московский режиссер был. Поэтому мы не варимся в собственном саку, мы в театральном процессе находимся. Последнее веяние театрального мира – это включение зрителей в процесс спектакля, интерактивное общение. Вот что-то подобное у нас происходит, может быть, на вашей сцене или на сценах других театров? Вообще, насколько у нас это заходит, насколько это востребовано? Потому что не все понимают, и некоторые приходят, правда, отключиться, возможно, даже приуснуть, расслабиться, отдохнуть. А здесь нужно полноценно включиться в процесс. У нас активно начала свою работу, это уже моя инициатива, новая экспериментальная сцена театра. Это камерное пространство, если говорить об основной сцене, то у нас 880 мест, достаточно большое сценическое пространство. Но есть еще новая экспериментальная сцена на 60 мест. И там как раз стирается грань, так называемая четвертая стена, разделяющая артисты и зрители. И мы вот как с вами беседуем, буквально в нескольких метрах друг от друга, так и артисты на новые экспериментальные сцены в буквальном смысле находятся в очень близком контакте со зрителем. Это совершенно другие эмоции и совершенно самая главная другая техника работы артиста. Классики достаточно много. От нее просто не можем уйти, потому что это то, к чему привыкли зрители, то, что точно будет давать там полные залы, либо просто нет в этом смысла? Ну, смотря что мы понимаем понятие красика. Ведь красика потому и является классическим произведением, что она затрагивает вечные темы, которые были актуальны и 200 лет назад, и 100 лет назад, и актуальны и сейчас. Но как, к примеру, можно отказаться от такой классической опереты «Сильва», с учетом даже того, что именно этой оперетой в Хабаровске был открыт музыкальный театр. Да, 14 октября 1926 года, да, этой оперетой открылся в нашем городе музыкальный коллектив. Тогда он именовался первый пролетарский коллектив артистов комической оперы. Это было 14 октября. У нас есть традиция добрая. Каждый 14 октября мы эту оперетую показываем. Но это гениальная музыка, это бессмертный сюжет. Как же от него можно отказаться? Но при этом, конечно, мы всегда находимся в поиске не только «Сильвы», не только «Летучей мыши» мы живем. Да, у нас ежегодно выходит не менее пяти спектаклей новых, да, новых постановок. Конечно же, это огромный простой работы. Да, повторюсь, зрители видят лишь видимую часть нашей работы. Да, для того, чтобы создать спектакль, мы начинаем его обсуждать не менее чем за два года до премьеры. Два года проходит от начала работы? От начала обсуждения, да, выбора музыкального материала, выбора возможного режиссера-постановщика до премьеры. До того, как зрители заходят в зал и аплодируют. Да, вот сейчас мы с коллегами обсуждаем премьеры 22-23 года. Сегодня настолько все доступно, пожалуйста, открывай интернет, там можно посмотреть самые последние постановки самых там именитых режиссеров, да, где самые крутейшие трупы. Можно сесть в фильмы классные посмотреть, да что угодно, все, вот, пожалуйста, один клик. Для чего тогда сегодня все-таки люди ходят в чат? Живое общение. Невозможно передать ту эмоцию, которую зритель, вживую находясь в зрительном зале, получает от артиста с помощью современных технических средств. Мне кажется, что раньше посещение театра было реально для людей таким особым ритуалом. Я прекрасно помню, как нужно было обязательно выбрать самое красивое бархатное платье, нацепить эффектную блестящую брошь. Женщины были на каблуках и с помадой, они, ну, правда, кудривили с ночи, да, чтобы потом пойти в театр. Сегодня молодежь, мне кажется, может и в рваных джинсах себе позволить прийти в театр. Что поменялось? Это уважение просто уже не то? Или, там, дань моде? И уже театр тоже пересмотрел какие-то свои принципы? Ну, в этом смысле, конечно же, строгого дресс-кода и правила, что мы в ванных джинсах в театр не пускаем, у нас нет. Да, и человек может прийти, да, в той одежде, в которой он сочет возможным посетить театр. Но все-таки наши интерьеры, да, и наш масштаб деятельности, а мы самая крупная сценическая площадка, все-таки предполагают, что люди конкретно к походу в наш театр, конечно же, готовятся. Да, и действительно, я каждый вечер наблюдаю, дам в вечерних пратьях, в вечерних нарядах. Я, конечно же, всего просто того, что я сам ежедневно на каждой постановке нахожусь, у меня уже премыркались наши постоянные зрители, зрительницы. Да, и такая категория зрителей осталась. Мы сегодня так хорошо погрузились немножко вот в эту театральную жизнь, за что вам большое спасибо. Теперь у меня нет шансов отвертеться. Я иду, покупаю билет на ближайший спектакль и иду в театр, и вы давайте тоже со мной. Спасибо вам огромное, удачи, успехов. Спасибо. Прощаемся с нашими телезрителями и увидимся в следующем эфире программы «Открытая кухня». Субтитры подогнал «Симон»!